Всем привет! И сегодня речь пойдет об автоматизации освещения. Для этого есть масса различных вариантов. Можно поставить различные реле, можно поставить, там не знаю, даже на щелчок, но у нас пойдет речь о замене выключателей. Очень мне пригнулись вот именно вот такого плана выключателя. У них стеклянная панелька, сенсорные кнопочки, симпатичный внешний вид, но основным критерием для меня было отсутствие нулевой линии. Как я думаю большинство из вас, у нас просто выключается, перелезается фаза, соответственно нет фазы, нет света, фаза соединилась с помощью нашего выключателя, все, у нас свет появился. Но выключатель умный, к сожалению, большинство работать не будет, им нужна нулевая линия, соответственно фаза и ноль. Поэтому в этот момент мы будем пробовать подключить вот такой вот без нулевой линии выключатель и получится ли нам управлять со смартфона или не получится, главная интрига. Поставляется выключатель простой картонной коробки. На задней части должны быть отметки о цвете, протоколе работы, количество кнопочек на передней панели и также еще цвет. И вскрываем, смотрим что у нас внутри, внутри находится сам выключатель, вот он, электролитический конденсатор, болты для крепления и инструкция по применению, которую я рекомендую хотя бы один раз прочитать, потому что чтобы понимать хотя бы как его сам выключатель подключать. И вот у нас QR-код для скалочного приложения Smart Life. Вот так выглядит. Максимальная нагрузка коммутируемая 05 кВт. И вот эта маленькая штуковина под названием обычный электролитический конденсатор, который будет эмулировать нашу нулевую линию для нашего умного выключателя. В целом, если вы дома не используете LED-лампы, а используете обычные лампы накаливания, в чем я очень сомневаюсь, то он вам не нужен, но желательно все-таки поставить его. Если LED-то обязательно, то есть в принципе его просто банально ставим в параллель нашей лампы. Дальше я покажу, как это сделать. У него 4,5 нФ, сам выключатель имеет такую акриловую поверхность и защищен транспортировочной пленочкой. Бывает на одну, две или три линии у нас, а также он бывает черного, белого или золотистого цвета. Вот так вот он выглядит, в принципе клавиши при этом подсвечиваются красным, когда они включены, синим вот этот ободочек будет, когда выключено, то есть ночью будет такой небольшой синий свет. Дополнительный плюс в том, что нет необходимости менять подрозетник на квадратный. Вот у нас все-таки круглый. Как в случае с выключателями на задней части, у нас на задней у нас находится колодочка с винтами и L1, L2, L2 в моем случае не работает, L3, L1, L2. То есть вот такой вот Wi-Fi, максимально 100-240 В и максимально 500 В. Также, когда у вас дома находится группа светильников, обратите внимание, что этот выключатель вот в эту группу в три в ряд не влезет. Ширина составляет 86 мм, толщина вот этой вот рамочки где-то около 8 мм и общая глубина у нас составит 34,1 мм, соответственно подрозетник 24,5 мм. Чтобы добраться до внутренности, аккуратно выщелкиваем вот там, где сверху защелки, вот оттуда сверху начинаем тянуть. Все, аккуратно выщелкнули. Видите, вот так у нас приклеена наша стеклышко с сенсорными кнопками. Здесь две какие-то непонятные штуковины. И попробуем аккуратно вытащить это все дело. Теперь просто поднимаем, вернее, плату вот с этой стороны. Она у нас вытаскивается и получается у нас доступ к нашей всей этой. Здесь надо еще открутить три небольших винтик. Очень странно, что заявлено всего лишь 500 Вт, потому что в принципе реле на канал у нас, как мы видим, в номинале 10 Ампер. В принципе достаточно неплохо, то есть на один канал 10 Ампер. Это все-таки, как ни крути, больше, чем 0,5 кВт. Вот так вот выглядит. Нет, кучка конденсаторов на трансформатор и прочее, прочее, ребят. Ну, а основной мозги вот. Антенна Wi-Fi. И здесь все, ребят, честно, затерто так, что вообще практически ничего невозможно прочитать. Сами видите. Всегда работу с электричеством, ребят, проводите без его присутствия. Не забывайте выключить автоматы этой группы освещения или центральный автомат в квартире. И все, что надо, сейчас проверить, какой светильник вот из моих двух подключен к первой. Производители рекомендуют подключить его именно к первому светильнику. И сюда же будем устанавливать конденсатор. Если у нас всего лишь один светильник, то этот шаг мы пропускаем. То есть, соответственно, я вот сейчас смотрю, у меня вот к этой левой клавише у нас установлен первый светильник. Соответственно, здесь у меня будет L и L1. Демонтируем старый выключатель. По моей проводке это у нас будет L просто, это L1, а это L2. И теперь на эту клеммную колодку в любом положении мне надо повесить в параллель конденсатор. В моем случае это будет выглядеть вот так. Полярное значение не имеет. Вышел монтаж вот так. То есть, основная фаза, провод фазы. Потом там, где у нас идет конденсатор L1 и L3, это дальний светильник. Если у нас было еще L2, соответственно, L2 тоже крепят. Теперь можно крепить на винты из комплекта, их две штуки, но я воспользуюсь уже старыми винтами. Но, соответственно, не забываем выставить горизонтально. И теперь просто сверху, вот внизу у нас вот эти вот штучки. И мы вот так, клац, клац, все. И после только этого снимаем защитную пленочку. И включаем рубильник. По умолчанию выключатель сразу же переходит в режим сопряжения. То есть, видите, две вот эти начинают наши кнопочки, или три, или одна. Будет моргать. Если такого не происходит, удерживаем одну кнопочку в течение 70 секунд. И точно так же у нас она переходит в режим подключения к нашему Wi-Fi сети. Даже, в принципе, сейчас, видите, раз, два, все, работает. Открываем приложение Smart Life, или Tuya Smart, добавляем вот здесь вот плюсик. Выбираем любое устройство. Вот у нас Wi-Fi. Открываются настройки нашей Wi-Fi сети, куда мы хотим подключить. И пароль. Соответственно, если у нас нет пароля, вводим и нажимаем далее. Сейчас произойдет поиск. Да, у нас все это включено. Все отлично. Индикаторы мигают быстро. Если не мигают, ждем. Жмем на них 5-7 секунд. Устройство S602 2 добавлено, то есть 2 выключателя. Рекомендую сразу же переименовать в то, что вам будет понятно, потому что если у вас будет больше 3, то вообще можно будет запутаться. Я переименовал. Так, завершаем. Все, в принципе, можно сразу же попадаем в основное меню, и где клац-клац, сразу же видно статус наших фонарей. Если будет 3, то будет 3 выключателя, 1, соответственно, 1. Можно сразу же включить одновременно все, видите, изменилось статус. Либо же выключить все. Использую сеть 4G и включаю все. Давай раз. Все, ребят, очень-очень быстро. Выключаю. Включаю. Выключаю. Также можно задать таймер обратного отсчета от кундаун. Для каждого из нашей линии светильников, допустим, через 10 часов. Хорошо. И девайс включится. А тут у нас через 8 минут девайс включится. Потому что почему? Потому что у нас сейчас все выключено. Если у нас будет включено, соответственно, кундаун сразу же изменится. И мы можем сказать, что он уже будет off. Потому что сейчас он работает. Соответственно, изменится просто банально статус. Соответственно, таймеры мы можем создавать для каждого светильника по-разному. Добавляем, выбираем, когда повторять. Пять лет суббота, воскресенье, понедельник. Вот таким вот образом. И говорим, что вторник, среда, четверг. Заметка. Не будем заметка. Без уведомлений. Switch 1. On-Off. И время работы. Все сохраняем. Это будет удобно, если, допустим, вы куда-то уехали и хотите создать эффект присутствия. А таймер обратного отсчета будет удобен, если вы, допустим, это установили в комнату ребенка. И говорите, ребенок, через 10 минут свет потухнет. Поставили. Бамс. 10 минут. Все. Ребенок. Свет потух. Спать пора. В настройках тут, в принципе, ничего интересного особо и нет. Офлайн-уведомление. Если у вас наш светильник, ой, вернее, наш выключатель будет недоступен, в течение 30 минут вам придет уведомление, что типа у вас Wi-Fi дома нет. Еще одна фишка. Ассоциация для бути-контроля. Соответственно, для каждого выключателя нашего мы можем добавить какое-то условие. То есть, можем добавить, допустим, что это будет включаться какая-то розетка. Мы можем добавить, что это будет закрываться кран. Мы можем добавить, что это будет включаться дополнительно еще какой-то свитч на другом нашем выключателе. И точно так же это сделать для первой или второй кнопки. Второй момент. Интересно. Создать группу. Можем, если у вас есть еще, допустим, такие же светильнички. Можем создать группу вот с этим устройством. Создается новое такое вот виртуальное устройство. Вот оно. Спайлайн-группа. То есть, оно это раз, два. Переходим сюда. И здесь мы можем управлять непосредственно с экрана мобильного телефона уже двумя выключателями. Либо включать их, либо выключать их, одновременно включать, одновременно выключать, или отдельно ставить таймер. Автоматизация может быть обширная. Вплоть до того, что при изменении статуса какого-то устройства, то есть, если у нас какой-то сработает датчик, датчик света, датчик движения, датчик протечки, вплоть до того. При изменении местоположения, при изменении погодных условий. Вот это самое интересное. Погода, восход, закат. Допустим, не будем закатывать. Вот когда у нас происходит закат, и, допустим, через 20 минут, через 35 минут. Хорошо. Я хочу включить, запускаю, первый свитч, я его хочу сделать он. То есть, когда солнышко сядет, у нас запустится один светильник. Это достаточно удобно. Информацию о том, когда восходит-заходит солнце, программа уже будет брать, соответственно, с вашего местоположения. То есть, ребят, в принципе, действительно, сделать любой светильник умным, повесить на него различные сценарии, баняное управление со смартфона стало намного проще, чем вот такой вот клац-клац. Большим плюсом является возможность подключения выключателя к проводке без нулевой линии. То есть, для меня это был такой вот, ну, как бы основной шаг назад. И покупкой доволен, могу рекомендовать, если есть вопросы, задавайте их. Субтитры сделал DimaTorzok